И кожа начала очищаться, вот как вот по мановению палочки, вот так вот, не сразу, а потихоньку, 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 и ушло. Вот приезжая отсюда, мы начинаем считать дни, когда мы поедем опять сюда. Я верю в то, что это действительно помощь нафталану. Музыка Значит, меня зовут Евгений. Мы из Москвы. 52 года у меня. Болею псориазом уже практически 40 с лишним лет, 42 года. У меня в 10 лет начался он. Моя супруга Оксана тоже из Москвы. Она псориазом, к счастью, не болеет. Да, но у нее такие сопутствующие заболевания, как с суставами. Ну, как любые возрастные, то есть со временем, как бы сказать, организм изнашивается, и вот это одно из лучших мест, где можно это поддержать. Музыка Значит, совершенно случайно отец мой по роду службы, он был журналист, и где-то услышал просто, говорит, что вот существует такое вот лечение, тогда еще в Советском Союзе было все как бы. Говорит, давай попробуем съездить. Попытка, не пытка. Уже в Чите был там эти радонные ванны, вот эти, по терапии и прочее. Давай съездить, хуже не будет. И вот я приехал первый раз сюда. Нафталант, как раз на нафталант, только единственное, что тут, конечно, не было никаких вот этих вот красот. Было просто стоял в поле какой-то барак, в котором стояли эти ванны, которые как в квартирах такие чугунные, штук пять их в ряд. И вот люди приезжали, жили в общежитии, ходили найти ванны, приходили, выдавали рулон, как сейчас помню, туалетной бумаги, кусок хозяйственного мыла. Лежали там кто во что гораст, кто кому больше нравилось, там в пятнадцать по двадцать минут времени регламентировалось. То, сколько выдержать. Да. Вот. Ну, сами потом уже так решили для себя больше двадцати минут не лежать. Да. И вот тридцать лет спустя, вот уже как бы все про него забылось. И совершенно случайно, знакомая наша, она ездила у нее нейродермит, практически тоже кожное заболевание. Вот она сказала, как сказал про нафталант, я сразу вспомнил, господи, это же... Это же... Да, неужели тот самый... Да, да, да. Вот я вам просто могу сказать, что, допустим, 10 лет тому назад, вот у него, допустим, уши, все мочки были, все в псориазе. На ногах, вот ногу если поднять, то есть вот тут вот была просто сплошная корка псориазная, которая, ну, там чуть-чуть меньше становилась, все это как... В принципе, сейчас, вот если ноги у него, допустим, посмотрите, там видно выболевшие все места, потому что оно не прекращалось. То есть постоянно. Сейчас именно выболевшие места, там нет корки псориаза. Тут же как, тут же сразу никакого эффекта не получишь. И то есть я тоже очень был сильно расстроен, что приехал, думаю, сейчас она начнет сходить потихонечку. Пролечился, принял тогда в 7 или 8 ванной, не помню, приехали назад в Москву, никаких изменений нету, нет ничего. Тоже мы были под Новый год вот так же. А потом в конце января смотрю потихонечку, пошло на нет, 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 нет. И смотрю, и кожа начала очищаться, вот как вот по мановению палочки. Вот так вот, не сразу, а потихоньку, 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 и ушло. То есть я летом обычно всегда ходишь рубашки длинной рукавом. Потому что, ну, поработать не надо. А в этом году я даже на работу ходил рубашки с короткими рукавами. И это прогресс. Нет, дело в том, что это действительно... И в шортах мог позволить. У нас вот на лето именно есть рубашки такие, которые, ну, летние рубашки, потому что она с длинным рукавом. Потому что, ну, человек комплексует, многие действительно смотрят это, ну, стоит, в общем-то, это понимает, может быть, не так реагирует. Не объясни, что это, что-то не заразное, ничего. А когда вот это сошлось, ну, в этом году, я не знаю, там, на циви месте уже с короткими рукавом ходил. То есть, как бы, не приобретение. Я в данный момент ничего, кроме нафталана, не применяю. И, значит, я верю в то, что это действительно помощь нафталану. Причем у меня очень много моих знакомых, как-то волей и судьбой довелось, которые действительно болеют кожными заболеваниями, в частности псориазом. Там у друга, там жена, причем мы соблазнили, она в том году приезжала, вместе с нами здесь была. Там еще товарищ у меня, там еще один, там тоже приезжают сюда. Сейчас они, как бы, ломают барьер вот этот вот. Они думают, что я, может, их убеждаю. Я говорю, пожалуйста, смотрите. Я говорю, вам ничего не буду убеждать, но никаких лекарств, никаких других, то есть, полуторапии там многие занимаются, солярии там ходят, там еще какие-то мазями. Я говорю, ничего не применяю, кроме нафталана. И они все прекрасно помнят, какие у меня были очаги поражения кожи. Я говорю, сейчас вот раздеваюсь при них, вот смотрите, говорю, это так уже третий год почти у меня. Я говорю, что он в Швейцарии, да, здесь был. Он, короче, его привезли на коляске сюда, на коляске привезли. Он в ванну не мог сам сесть, его помогали. Это чем дело, какие-то безумные и дорогие уколи в Швейцарии. 1200 швейцарских франков стоит один укол. Безумно дорогие это как-то. И вот это как-то. Но дело в том, что его просто действительно видеть надо было. То есть, это невысокого роста, очень тучный мужчина. Его втроем, вчетвером туда засовывали, в эту ванну. Втроем, вчетвером, она же скользкая, его вытаскивали. Ну, после четвертой ванны он пошел сам. Мы были в шоке, мы были в шоке, на самом деле. Он русскоговорящий, вот Оксана с ним разговаривала. Он начал с палочкой ходить. Он чуть не плакал, он говорит, я, говорит, уже просто ни на что не видел. То есть, он с деньгами, он говорит, я, говорит, лечение мирового плана проходил, говорит, нет. И вот здесь мне это... То есть, для него это действительно очень прогресс. То есть, я говорю, в коляске и пойти с палочкой. Пусть небольшие расстояния, пусть это, но идти. Так как готовят здесь, понимаете, это... Я вот, слушайте, мы приходим в ресторан, вот всего бы чуть-чуть только попробовать. И уходим, и мы думаем, ну, зачем мы столько много пробовали? Ну, зачем мы столько много пробовали? И вот куда-нибудь на беговые дорожки... Она покушала, и сразу идет на беговую дорожку. Потому что... Мне после вам нельзя. Мы не воздерживаемся, потому что это действительно безумно вкусно. Здесь безумно вкусная еда, чистейшая. Вот, я имею в виду, без каких-либо добавок. То есть, она настолько, она хорошая, что, ну, это просто грех воздерживаться. В Москву приедем, мы будем воздерживаться. Да, в Москву приедем, мы будем воздерживаться, и все, потому что от этого отказаться просто невозможно. Ну, настолько это понравилось, настолько это, что вот приезжая отсюда, мы начинаем считать дни, когда мы поедем опять сюда. Ну, вот просто вот великолепно сказать, это вот слабо сказать. Но, во всяком случае, вот то, что вот я была здесь, ну, практически вот во всех отелях, которые здесь вот такие новые, построенные, вот это как бы... Они не хуже турецких отелей, а во многие, а в зимний период времени, я считаю, что даже лучше. Здесь нет моря, но зато здесь масса радушия, масса лечения, которые ты получаешь. Все отели оборудованы бассейнами великолепными. И конкурентоспособность, то есть Турция, я считаю, что даже проигрывает в отношении, ну, сервиса, питание великолепное, сервис великолепный. Ну, плюс еще ко всему этому лечению. И по деньгам это получается, ну, чуть ли не даже не бюджетнее, чем в Турцию слетать. Вот даже в это же время. Знаете, лечение, нефть, все, тут вот все вместе, как вот это вот обобщить? Одним словом, очень-очень супер, ну, супер, ну, сытом. Мы сражаемся об этом. Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.